Здесь все прекрасно. Такое должно быть твое и мое служение в ханаанской земле. Плодотворно. Оставь на день, на два, на неделю. Оставь эту делу, и он неизвестно во что превратится. И он зарастет терниями волоса. Так понимаете, в этой ханаанской земле это постоянный труд. А с этого очень научит нас Господь. Что ты должен делать в ханаане? В пустыне? Нас должен Бог научить доверие. И учимся этому доверию. Мы в Египте. Мы должны пройти, чтобы поражены были все идолы в нашем севере. Оставь там все. Оставь. Не выноси это с собой ничего. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры. В Вавилоне, как я говорю, я не буду сейчас распространяться, да, или это сейчас Бог пусть сохранит у нас от этого, чтобы нам впасть в Вавилон. Ну, просто расскажу для святения. Что вы поразмышляли? Вавилон это был такой город. И в центре этого города была Вавилонская башня. И эта башня пыталась достигнуть неба. Вавилон это человеческое, некоторые устремления человека и человеческая мысль к Богу. Человеческая мысль. И бесный Иерусалим откуда? С неба. Вавилон откуда? И это попытка человека своим умом послужить Богу. И своим умом достигнуть Бога. Своим умом я достигну Бога. Я своим умом могу тут что-то, имея хваткий ум, тут что-то как память такой, да, несложно. Ну, услышав некоторые вещи, истинные догматы Писания, взять Библию и стать его служителем. Это Вавилон, который потом впоследствии вводит многих людей в пагубу и заблуждение, о чем сказал потом Иоанн. Вернее, Бог сказал в откровении, выйди, говорит, оттуда народ, к сожалению, и там народ уже, Иоанн, Вавилон. Которые думают, что это помазанник, что это Бог, что это действительно там силы Божьи, на самом деле, это просто человеческая мысль, и человеческая энергия, и человеческий талант. Так как церковь, она устрояется Божьими талантами, да, Божьей мыслью и Святым Духом. Аминь. И Божьи и откровениями. Пусть Бог благословит вам друзьям. И я, подумайте, я к чему это говорю? Говорю к тому, что вы, задумайтесь, где вы сейчас находитесь. Это не для красного столца же, да, тут мне говорили. Задумайтесь, где вы находитесь. И там, где я сейчас находитесь, не страшно, если ты видишь, то ты сообразуйся с тем, что мне надо сделать. Пока я расставил все. Понять. Жизненные обстоятельства моей жизни, что это происходит со мной? А происходит то, что Бог судит твою жизнь, то, что ты любишь. И бежать в обу спокойно. В пустыне, если ты, ты видишь вокруг себя кучу проблем, кучу всего. Что это Бог, кто это сделал? Это на ухода на сором печку, да, 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 да. Это Бог допустил. Это Бог допустил. Для чего? Чтобы ты увидел славу Божию. Славу Божию иначе не увидишь, как только через проблему. И доверие Господу. А в Хананской земле потом, войдя, найди, друг, место свое в теле Христова. И служи Господу до смерти своей, до перехода своего. И служи честно. Ищи. Ищи все время, чтобы этот царь твой и удел твой процветал. Я и вам говорю, и себе. Все мы, знаете, одно стадо Божие. Слава Богу. Да благословит нас Бог. Давайте помолимся. Эти нужды принесем Господу. За нас лично.